Всем здорова! Для изготовления сегодняшнего инструмента потребуется вот такой вот отрезок шпильки 8 мм Здесь было пару витков резьбы, накрутил гайку Технологический процесс выглядит следующим образом Значит так В первую очередь просверлим сквозное отверстие диаметром 2 мм Затем с отступом примерно 10 мм просверлим отверстие диаметром уже 4 мм Ну а дальше я все расскажу Откручиваю гайку, она нам пока что больше не нужна Откручиваю супер ключом Мини разводной, так сказать Купил аж за 100 гривен у деда у одного Нравятся мне такие ключики очень насильно Теперь перевернем и с обратной стороны сверлим опять же Теперь с этой стороны необходимо просверлить отверстие на глубину 35 мм Диаметр 4 мм Следующий этап самый трудозатратный Нам необходимо выфрезеровать вот такое окошечко примерно до середины Но ничего, сейчас справимся с этой задачей Вот такая вот деталь получилась в конечном результате Вроде бы ничего сложного, но повозиться мне пришлось Нужно признать Более того, я вам скажу Одну я даже запортачил Пришлось переделывать Но ничего, ничего Мы пионеры, дети рабочих Это и к тому, что трудности не боимся Переделать так переделать Более того Была нарезана резьба М5 И подготовлена шпилька Шпилька с неполной резьбой И вот так она благополучно сюда закручивается Дальше потребуется в гайке просверлить одно отверстие И напротив второе И нарезать в этих отверстиях резьбу М4 Закрутил гайку с резьбой И теперь Очень важное мероприятие Немного припоя Немного ортофосфорной кислоты А может и много Хуже не будет И кочегарим это все дело Вкручиваю заранее подготовленный отрезок шпильки М4 И снова прогреваю То есть таким образом Этот отрезок шпильки припаяется Зафиксирует гайку И все будет как бы монолитно По сути Осталось изготовить только ручку Для нашего инструмента Есть у меня вот такой Почти кругляк Вот такая заготовка Я не знаю честно признаться Что это за дерево Это была вешалка когда-то В былые времена В любом случае это не сосна Подходит Сейчас немного обточим И будем устанавливать Нарезаю в ручке резьбу Но это в дереве резьба Весьма условная Просто чтобы лучше Зафиксировалось Небольшое количество Эпоксидной смолы И пусть сохнет Покрою морилкой Масло обязательно Масло простое Машинное Устанавливаю ручку С винтом Вот так вот Собственно Все готово Для чего же инструмент Спросите вы Все просто Очень часто При изготовлении То или иной самоделки Возникает необходимость В винте Нестандартной длины Казалось бы Все просто Взял Отпилил Ненужное Вот тебе и винт Но не так все просто Ни тиски Ни пассатижи Не помогают Невозможно так зажать Чтобы не повредить Или головку Или резьбу С этим же инструментом Задача упрощается В разы И ускоряется Вот в чем дело Ускоряется Саморабота Выглядит это все Следующим образом Устанавливаем винт И фиксируем Ручкой Вот эти штуки Необходимы просто Для того Чтобы я мог Достаточно сильно нажать Вот так вот Преимущество еще и в том Что я могу Получить винт Очень маленькой длины Вплоть до головки Можно сточить Но Такое конечно Крайне редко Необходимо В общем Накручиваю гайку Для того Чтобы впоследствии Можно было восстановить резьбу То есть мы гайку Открутим И резьба восстановится Обтачиваю На наждачном камне То есть Стачиваю лишнее Достаточно Это для примера Разумеется Можно или меньше Сточить Или больше Винт до Винт после Резьба в порядке Торец в порядке Некоторым недостатком Является ограниченность Использования То есть данная приспособа Изготовлена исключительно Под винты М2 Соответственно Крайне желательно Изготовить еще В принципе Аналогичное устройство Для винтов М2.5 И винтов М3 Вот Кстати друзья Хочу порекомендовать Вам канал Называется он Мастерская инвалида Классный канал Человеку респект Уважение Троекратное Зайдите Посмотрите Да и поддержите В конце концов Чем нас больше То есть тех кто Хоть что-то делает Своими руками Пусть иногда удачно Иногда неудачно Но делает А не сидит на диване И пишет Всякую ересь Вот такие дела До новых встреч Пока Пока